Сегодня в пути, а там у нас гуляют, А в школе, в школе, в школе, с нами гулять, Но в лошадь, в лошадь, в лошадь гулять пожелать. После таких призывов трудно не зайти на праздник, особенно когда в действии принимают участие сын, дочь или любимые внуки, а потому шестой школьный день в гимназии номер два уже стал привычным в семьях учащихся этого учебного заведения. Родители и бабушки с дедушками идут посмотреть на юных артистов. Шестой школьный день необходим. Уверены обе стороны. В семьях спокойны за досуг детей, а педагоги рассматривают субботний день как источник мотивации дальнейшей учебной деятельности воспитанников, глубокого эмоционального заряда благоприятных условий для плодотворного отдыха и полезной занятости учащихся. Желание каждого, если каждый хочет поучаствовать в этом празднике, он приходит сюда. У нас проводятся разные викторины, ну, также мы выходим на какие-то определенные общественные места, в музеи, иногда в театры, в кинотеатры. Организация в шестой школьный день осуществляется по четырем направлениям. Это спортивно-массовая, это воспитательно-профилактическая, это экскурсионная деятельность. Сегодня шестые классы подводят итог своему проекту, который называется «Наш отряд изучает культурное наследие белорусского народа». Порядка 150 гимназистов посещают 23 факультатива по различным учебным предметам. Порядка 35% гимназистов посещают в субботу учреждение дополнительного образования города Бреста. И это замечательно. Кто-то пришел в гимназию, кто-то остался дома с родителями, кто-то отдыхает и работает в семье, и это тоже замечательно. Замечательны все те идеи и проекты, которые идут на пользу детям. Ведь задача шестого школьного дня – предоставить как можно больше возможностей ученикам для развития, самоутверждения, самореализации, чтобы каждый ученик мог найти себе дело по душе. Ребята, в принципе, изучают наследие белорусского народа, они изучают песни, то есть культурные традиции нашего народа. В прошлом году это было изучение национальных блюд, где ребята готовили все эти блюда, были представлены. После самого мероприятия они могли это все попробовать. То есть каждый год у нас тематика разная, но под общим проектом – фестиваль, презентация. Ребята очень активно к этому подходят, и, в принципе, результат виден сегодня. Это очень интересно, и даже когда мы готовились, хоть у нас что-то, может, не получалось, но учителя сразу же нам рассказывали про это точно, чтобы мы сделали. И люди всегда должны соблюдать традиции, потому что это сближает народ, сближает людей. Организованная таким образом деятельность в субботний день увеличивает пространство, в котором дети могут развивать свою активность, демонстрировать те качества, которые часто остаются невостребованными в образовательном процессе. Фестиваль, презентация «Наш отряд изучает наследие белорусского народа» – яркое тому подтверждение. Праздник вообще очень интересный, и к нему очень интересно готовиться, потому что дети даже сближаются в общении с друг с другом. А вот насчет волнения, то, конечно, оно и есть чуть-чуть, но уже как-то стараемся его перебороть. Это мероприятие «Ветшорки», на котором дети выступают и показывают свои таланты. В ходе репетиции мы узнаем многое о нашей Беларуси, о том, как жили в прошлом наши белорусы, о традициях Беларуси и многом другом. Но современные жизненные реалии побуждают рассматривать шестой школьный день как источник мотивации дальнейшей учебной деятельности детей и подростков, а потому во второй гимназии будущие выпускники активно оттачивают те направления, которые пригодятся для поступления в ВУЗы. Кто-то наверстывает упущенное с педагогами, другие занимаются спортом. Имеющее желание ученик всегда найдет дело и занятие по душе в гимназии. Все вышесказанное побуждает детей к приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям. Сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует ребенка, балансирует его мышление и его эмоции.